Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. С Артемом Ульяновым, владельцем необычных домашних питомцев, зрители программы «Элита» познакомились в 2018 году. Он рассказывал про кивсяков, скалопендр, богомолов и варана. У меня в детстве был такой любимый фильм, назывался он «Динотопия». И там был у меня любимый персонаж, динозавр Галимим, по-моему, его звали Зипа. И в детстве я загадал себе желание у Деда Мороза, что когда-нибудь у меня появится Зипа. И вот как раз-таки появился варан, которого я так и назвал. Сейчас Артем готов выступить в новом качестве популяризатора науки и приглашает всех на лекцию. В центре внимания будут насекомые. Мой интерес появился около 15 лет назад, когда еще был ребенком. Когда увидел первого майского жука, побежал за ним с очком. Это такой прям детский запал натуралиста, так сказать. И потом отец мне подарил жука, первого моего носорога, кстати, он тут представлен, здесь есть. И все, можно сказать, пошло-поехало. Потом с каждым Новым годом Дед Мороз приносил мне все больше и больше жуков. И так появилась коллекция. Затем я стал путешествовать по миру, по странам, по разным городам в России. И привозить оттуда новые экспонаты. Так моя коллекция росла, росла и доросла до определенного количества экземпляров, можно так сказать. Наверное, немногие задумываются о той роли, которую играют насекомые в жизни человечества. Многие недооценивают, бегают за ними с мухобойками, пытаются прибить, вытравить. А на самом деле, как вы правильно подметили, насекомые приносят очень большой вклад. И в сельскохозяйственную промышленность, и вообще в экологию. Они значат очень-очень много. И как раз-таки на лекции одна тема будет посвящена конкретно пользе насекомых. Мы поговорим о том, какие насекомые полезны, какие вредны, и как люди сейчас используют в новых технологиях насекомых. Для чего? То есть многие используют их для отходов. Сейчас появляются предприятия, которые перерабатывают пищевые отходы с помощью насекомых. И как раз-таки у меня есть пример. Я сам пытаюсь разводить некоторые виды, которые быстро справляются с пищевыми отходами. Я их принесу, можно будет на них посмотреть, потрогать и услышать много интересного. На лекцию Артем принесет и часть своей сухой энтомологической коллекции и живых насекомых. Так что можно будет не только услышать о жуках и бабочках, но и увидеть их. Интерес к науке всегда был, надо сказать так. Насекомые всегда манили своими вот этими интересными маленькими ножками, лапками, жвалами. Вот это все маленькое, мне кажется, такое миниатюрное, в то же время достаточно крепкое. Вот этот хитиновый покров, он всегда очень приманивал людей и детей, в первую очередь детей. А как ученых появилось больше? Наверное, потому что, правда, сейчас в последнее время идет развитие, то есть государство делает акцент на развитии сельского хозяйства, на получении каких-то новых материалов. То есть замена идет у нас синтетики натуральными компонентами. И вот ищутся такие вот материалы, которые в том числе выделяются и насекомыми. Те же пауки, золотопряды, плетут очень-очень твердые нити. Вот ученые не так давно определили, что у них самые твердые нити, которые делаются. И попытались из них шить костюм. Получилось? Получилось. Только костюм получился одним из самых дорогих в мире, потому что пауки плетут не так много паутины. Но, в принципе, идут эти разработки, и люди начинают обращать внимание на такие, казалось бы, маленькие, никому не приметные моменты, но очень-очень важные. Самое время начать активнее подсматривать за насекомыми и черпать вдохновение для творчества и научных разработок. Ученые наши уже давно заприметили некоторые виды полезных насекомых еще в СССР. Но просто как-то не было должного финансирования на разработку каких-то проектов. Кто-то, наоборот, не прислушивался. И об этом забыли. А сейчас, когда уже другие страны, как Европа, США, Южная Америка, Азия напрямую производят продукцию из насекомых, Россия тоже уделяет этому должное внимание. С каждым годом интерес к энтомологии и науке, которая занимается изучением насекомых, растет. Людей становится все больше. И поэтому как-то захотелось посмотреть на этих людей в своем родном городе. И, возможно, увлечь молодое поколение тоже заниматься этим интересным занятием, этой интересной наукой. Лекция «Жизнь в макромире», посвященная членистоногим, состоится в арт-пространстве Трикоташка Плейс в воскресенье 20 февраля в 13.00. Рекомендовано приходить с семьями. Припадая к земле и буквально гипнотизируя взглядом, бордер Колли по кличке Виски сгоняет овец в стадо и ведёт его по заданному маршруту. Такой инстинкт у пастущих собак сформировался ещё 600 лет назад. Виски – один из лучших представителей породы. У своей хозяйки Елены он живёт почти три года. А работает с четырёх месяцев. Пасёт стадо, выводит овец на тренировки и выводит обратно. Его папа – английский чемпион различных состязаний среди рабочих собак. Мама, бабушка работают на ферме. Там 200-400 голов держат. Поэтому он такой с хорошим рабочим происхождением. Сюда, в Центр подготовки к состязаниям пастущих собак, приезжают австралийские овчарки, вельшкорги, зененхунды и многие другие. На тренировки – со всего Петербурга, а на соревнования – со всей России. Сегодня занимаются первоклашки. Берут лишь тех, у кого проявился пастуший инстинкт. Запугивать и кусать овец нельзя. Но надо выполнять команды пастуха. «Бывает, что у собаки выраженный инстинкт, но у неё не хватает послушания, потому что овцы очень сильно раздражительны для собаки. И если у собаки не хватает послушания, то с ней очень сложно заниматься». Годовалый корги по кличке Кинг проявил талант в пять месяцев, загнав в табун незнакомую лошадь. После этого начались тренировки. Он уже готов к первому экзамену. «Ему так нравится, когда он пасёт овец, когда он реально в деле». Если пастушья служба пришлась по нраву собаке и её хозяевам, то увлечению отдают со всем сердцем. «Мы с удовольствием сюда приезжаем каждую субботу. И зимой, и летом, и в пургу, и в дождь. Пасти овец нужно всегда, в любую погоду». Все эти собаки в основном городские. Пасти стадаем точно не придётся. Так зачем же они тренируются? «Чтобы сохранить дальше эти инстинкты, нужно заводчикам немножко ориентироваться на рабочие способности собаки. Тогда всё будет хорошо. Собачки не будут, рабочие, пастушьи превращаться в декоративных». Соревнования пастушьих собак – вид кинологической дисциплины. В России интерес к пастушьей службе появился 13 лет назад. Наблюдать за симптомами и подмечать. Чихание, слезотечение и другие отклонения от нормы – задача каждого владельца четвероногого питомца. Чем раньше будет установлена причина недомогания, тем больше шансов справиться с проблемой быстро. Обратились с воспалёнными дёснами. Проблем у кота с аппетитом нет, но владельца беспокоят, что он периодически чихает, глаз слезится. Сейчас он записан был на санацию ротовой полости, на очистку гигиеническую. А на первичном приёме мы взяли мазок со слезистых оболочек на вирусные инфекции, на простейшие инфекции. И он собрал целый букет. У него сочетанная проблема. У него две вирусные инфекции – калицивироз и ринотрохеид. И простейших целых две инфекции – микоплазма и бордетелла. Инфекции и простейшие активничают. Они сильно влияют на состояние слизистых животного. Правый глаз слезится, и он его периодически щурит, потому что раздражена слезистая конъюнктива, и он течёт постоянно. Если отодвинем нижнее века, мы увидим, что она не белая, а покрасневшая. Это признак того, что конъюнктива воспалённая. Ну и сами дёсна. Воспалённые, красные? Кровоточат, да. Они распухают, кровоточат. Это хроническая вирусная инфекция, которая поражает дёсна. Она поражает все слизистые оболочки верхних дыхательных путей. И нос, слизистую носа, слизистую носослёзного канала, который связывает глаз и носовую полость. И рот, естественно, в том же. Хроническое воспаление десны, оно провоцирует организм избавляться от источника. Если вирус не забарывается, то есть организм не мог победить вирус, он постоянно вызывает воспаление месяцами, за месяцами. Организм начинает избавляться от того, что рядом, от зубов. И у кошек это вызывает так называемую резорпцию зубов. Они рассасываются. Механизм рассасывания костей влияет только на костную ткань. И получаются у нас открытые корни, открытые нервы, которые очень болят. И кошки очень часто из-за этого перестают кушать. Так что коту предстоит не только санация ротовой полости, но и лечение инфекций. Вирусные инфекции переходят в ремиссию. Они уходят в покой и ждут своего часа. Обычно кальциевирусная инфекция в течение двух-трех месяцев уходит в ремиссию и не появляется больше в целом. Организму нужно привыкнуть к ней, и он дальше будет с ней бороться. В случае простейших микроорганизмов это антибиотикотерапия. К чувствительным антибиотикам она будет лечиться. Курс в 10 дней антибиотиков. Если только владельцы будут строго следовать инструкциям и каждый день давать, то все будет хорошо. Если вас тоже что-то беспокоит в здоровье ваших питомцев, обращайтесь в клинику «Доктор Вет». Адрес Сергеев Посад, Новозагорский проезд, дом 4А. Новозагорский проезд Новозагорский проезд